Всем привет! Сегодня у нас азиатский мукбанг. Я решила приготовить вам лапшичку в стиле Азии. И для этого давайте прямо сейчас отправимся в магазин и возьмем ту самую лапшичку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поход в магазин немножко затянулся и я побывала в разных классных местах. Небольшая экскурсия по Санкт-Петербургу. Лапшу я уже купила. Давайте прямо сейчас ее вместе приготовим. А после уже будем трапезничать. Итак, настало время заварить нашу лапшичку. Внутри у нее брикет с лапшой, суповая основа и вот такое вот что-то жидкое, острое и красное. Сначала высыпем всю лапшу, а потом будем добавлять специи. А в некоторой лапше есть суповая основа, чили, перец отдельно идет и тоже вот такая красная заправка. Итак, суповую основу я точно всю буду высыпать. Хотя она красного цвета, скорее всего, она очень острая. Но там и есть весь вкус том-ям лапши. Без него никак не получится. Ну и красненькой вот этой остренькой жидкой я тоже, думаю, нужно выдавить. И хорошенечко зальем все-таки пяточком. Пахнет, короче, том-ямом. И накроем крышкой. Дадим настояться. Минут 10 постоит, заваривается. Ну что, ребята, наша лапша заварилась. Давайте вместе ее будем поглощать. Надеюсь, вы тоже взяли что-нибудь вкусненькое. Очень боюсь, что что-нибудь сегодня разобьется. Лапша-то у нас заварилась, но я хочу добавить в нее соус, чтобы она была такая красная и красивая. О май гаш! Какая-то кровавая у нас получается лапша. Размешаем. Наш красный соус. Мне нравится, когда лапша такая с красным-красным соусом. По-моему, это выглядит очень аппетитно и эстетично. Вот так, например. И немножко по-хэллоуински. Я буду накладывать себе лапшу в более маленькую тарелочку, чтобы мне было удобнее кушать. Ого, какая она длинная! В этот раз я не стала ее ломать, чтобы кадр был более симпатичный. Ну что, приступим к поглощению лапшечки. Лапша, конечно, немножко остренькая. А я острое не очень-то люблю. Надеюсь, я смогу насладиться этой лапшой. Приправа очень вкусная. Реально чувствуется том-ям, чувствуется лимонграсс. Если кто-то вдруг не ел том-ям, то там есть вкус лимонного дерева. Ну, проще объяснить это, что там есть вкус лимона. И вот в этих пачках они реально смогли это сделать. Фу, хорошо идет лапшичка. Пожалуй, возьму еще. Жидковатая она, конечно, получилась. Я люблю, когда она посушена. Ну, как-то эта лапша отказалась впитывать лишнюю влагу. Кстати, за это я еще люблю эту лапшу. Это реальная лапша из Таиланда. Я там ее покупала. Моя любимая лапша. Я ее там заваривала себе соевым соусом и наслаждалась, когда вегетарианила. Поэтому, ребят, если вдруг хотите попробовать тайские бич-пакеты, это именно те бич-пакеты. Они именно там продаются по 10 бат. Я была в них уверена. Как видите, они даже лишнюю влагу не впитали. У меня здесь все в воде. Очень качественная у них лапша. Я еще не уверена, сколько я ее съем, но она реально очень вкусная. Очень остренькая. У меня рот, смотрите, стал красный. Из-за остренькой лапшички. А еще она такая горяченькая. Главное не есть это с волосами. Мне волосы постоянно попадают в эту лапшу. Мне уже очень сильно щипит рот. Не ожидала такой остроты. Хотя я обычно это ем со сметаной, и мне не так остро. Сметана обычно сглаживает острость. Так, я убрала свои завлекалочки. Как теперь моя прическа смотрится? Потому что они лезут в чашку. Эти хвосты тоже лезут в чашку. Не самая удачная прическа. Но я просто хотела выглядеть как-то более азиатско. И, по-моему, у меня получилось. Когда лапши во рту нет, у меня не так жжет рот. Но когда я поглощаю новую порцию лапши, мне его начинает разъедать просто. Она еще и горяченькая. Ой, у меня уже конденсат на сот остроты. Но мы продолжаем. Лапши еще куча. Жалко, что лапша все-таки поломалась, и она не вытягивается так длинненько, как я хотела. Какие-то короткие кусочки только остались. И бульон. Так остро, что я начинаю давиться, когда засовываю много лапши в рот. Но это ведь тайская лапша. Кстати, я когда полгода жила в Таиланде, я даже не пробовала настоящий том-ям, потому что я была вегетарианкой. Только потом, уже спустя какое-то время, когда я приехала отдыхать, я наконец-то попробовала настоящий том-ям. И это, ребята, пушка. Фух, ну что, ребятки, примерно половину я осилила. Я думала, сием все, но нет. Очень остро, мне реально разъедает рот. Волосы у меня склеились. В соусе каком-то там ямовском. Выглядит весьма потрачено. Вот такой небольшой азиатский мукбанк у меня получился. Спасибо, что были со мной. У меня на этом все. Всем пока. Продолжение следует...